Друзья, сегодня мы с вами поговорим про панчакарму, о том, что же это за волшебная процедура, кому она рекомендована и когда и как часто ее нужно проходить. С вами Борис Рогозин, я врач аюрведы, и когда я учился в Гуджарасском университете, мы изучали панчакарму, все ее этапы, в том числе, начиная со второго курса. Мы с вами ходили в отделение панчакармы и смотрели, как она работает. Это было очень интересно, потому что большое количество людей, которые проходили панчакарму, можно было понять, какие процедуры для кого предназначены и действительно какой эффект. Кстати, несколько ссылок на исследования по панчакарме я размещу под этим видео. В первую очередь, панчакарма это та процедура, которая описана несколько тысяч лет назад в древних текстах аюрведы, это и Чарака Самхита, и Сушрута Самхита, и Аштанга Хридая, то есть все такие основные учебники, по которым врачи аюрведы учатся аюрведе, они говорят о том, что человеку необходимо проходить панчакарму для поддержания здоровья. С одной стороны, панчакарма рекомендуется каждому здоровому человеку, так как мы живем и с годами, к сожалению, мы стареем, то в организме так или иначе накапливаются разные интоксикации, будь то от пищи, от воздуха, от воды, от нервного стресса, от наших переживаний и от других факторов, которые мы иногда неправильно соблюдаем. И поэтому, чтобы не заболеть здоровому человеку, ему очень здорово проходить периодически панчакарму, точнее говоря, раз в году очень хорошо делать полное очищение организма. И также панчакарма рекомендуется тем людям, у которых уже есть какие-либо заболевания, чтобы они не переходили в хроническую стадию, или для того, чтобы облегчить хронические заболевания, тоже рекомендуется панчакарма. То есть у нас по разным причинам в организме потихоньку накапливаются интоксикации, которые могут создавать патологические состояния. Ну, к примеру, если вы выпили много алкоголя, то утром будет похмелье, да, это вот такое состояние интоксикации. Когда вы очень сильно переживали, у вас может наступить апатия. Когда вы переели, ваш язык покрывается белым налетом. Например, вы наелись на ночь пиццы, было очень вкусно, а утром вы встали, у вас несвежесть, налет на языке и такое полукоматозное состояние. Это все интоксикации в малой или в больших, скажем так, объемах. Соответственно, для нашего организма очень важно, так как организм имеет собственные силы, очень важно, чтобы все эти накопления, такие, которые связаны с патологией, они выводились бы из нашего организма. Но это, к сожалению, не всегда происходит, потому что очень часто у нас нарушается работа тех или иных систем, или же мы не можем сделать какие-то действия, которые помогут нам для выведения токсинов. Ну, к примеру, мы не высыпаемся, мы переедаем или мы едим неправильное сочетание продуктов, а это то, что не способствует выведению токсинов, и поэтому наш организм, он покрывается токсинами, зашлаковывается и так далее. То есть, если у человека возникают затруднения выделения токсинов, ну, то есть, постоянные запоры или недостаточное выделение мочи, или, к примеру, более хронические, там, острая почечная недостаточность, печеночная недостаточность, дыхательные какие-либо проблемы. Если у нас происходит всасывание токсинов, то есть, проблемы с выделением дает проблема с тем, что они постоянно могут всасываться, ну, к примеру, при артрите, при перитоните, при менингите, при панкреатите, выделение токсинов, оно затруднено. Даже простая привычка, когда мы, к примеру, едем в машине, и мы постоянно сдерживаем выделение стула или выделение мочи, тоже может способствовать всасыванию этих токсичных веществ, которые нужно вывести из организма в наш организм. Различное накопление бактерий, бактериальных токсинов, ну, к примеру, при инфекционных заболеваниях, очень часто мы заболеваем простудными, казалось бы, заболеваниями, но не можем выздороветь, да, то есть, одно заболевание следует за другим. Ну, и, конечно же, если у нас происходит ишемизированное каких-то тканей, то есть, нарушение кровообращения в каких-либо тканях, это также не способствует выведению токсинов из нашего организма. То есть, причин много, перечислить их, это, пожалуй, отдельная лекция. Что с этим делает аюрведа? В первую очередь, в аюрведе панчикарма подразумевается как очищение, восстановление или улучшение. То есть, в панчикарме панчи переводится как пять таких основных процедур, и в панчикарме есть как, то есть, для каждого человека могут делать как все процедуры сразу, так и какие-то отдельные в зависимости от конкретной проблемы человека. Панчикарма – это не совсем СПА и не совсем детокс, а более глубокое очищение нескольких систем, потому что панчикарма подразумевает под собой какое-то количество дней подготовления к процедурам, то есть, мы как бы собираем токсины со всего организма, какое-то время выведения токсинов из организма и какое-то время восстановления или улучшения, то есть, мы создаем новую микрофлору, к примеру. Поэтому панчикарма является профилактикой в предупреждении заболеваний и в то же время лечением заболеваний, это или уменьшение самой проблемы, или же полностью вылечивание какой-либо проблемы. Итак, для чего человек должен проходить панчикарму? Ну, в Айрведе, опять-таки, описано множество причин, одно из которых – это старение организма, это ухудшение качества жизни, это зашлакованность в тех случаях, когда нужно проходить организм, да, к примеру, заложенность на языке, постоянные запоры. Если у вас ухудшается выделительная система, то есть, появляется пот с резким запахом, каловые массы с резким запахом, моча с сильным запахом, сонливость постоянная, слабость, раздражительность, ломота в конечностях, потери аппетита, потери интереса, какие-то проблемы с кожей или с какими-либо другими системами. Если у вас возникают хронические заболевания, часто повторяющиеся заболевания, во всех этих случаях панчикарма рекомендуется. Когда проводить панчикарму? Для здоровых людей панчикарму можно проводить в межсезонье, к примеру, после зимы, в промежутках между зимой и весной, это, к примеру, март, в промежутках между летом и осенью, или осенью и зимой. То есть, разные сезоны могут быть выбраны для проведения, в основном, айрведы рекомендуют именно межсезонье. Но при болезнях или болезненных состояниях, или сильной интоксикации вы можете проводить панчикарму в любое время. Так говорится в айрведических текстах. Итак, айрведа рассматривает анатомию физиологии нашего организма, чуть-чуть отличающуюся от современных понятий. Имеется в виду, все, что написано в современных учебниках анатомии физиологии, то же самое есть и в айрведе. Но айрведа смотрит немножко глубже на нашу физиологию. Айрведа говорит о том, что есть большое количество каналов. То есть, мы привыкли к каналам. Это, допустим, каналы, по которым течет лимфа, по которым течет кровь. Но также айрведа говорит, что есть другие микроскопические каналы, по которым перемещается, к примеру, энергия, перемещаются различные другие питательные вещества. То есть, не только из пищеварительной, нервной системы, системы кровообращения, но именно другие вещества, которые питают различные наши ткани. И когда эти циркуляции нарушаются, по той или иной причине человек испытывает или заболевания, или какие-то неприятные симптомы. Из чего состоит панчекарма? В первую очередь, первый этап в панчекарме – это подготовка. Так называемое собирание токсинов. Во время подготовки мы немножко меняем образ жизни и образ питания. Начинаем правильно питаться продукты, которые не противоречат друг другу. Начинаем делать промасливание нашего организма, промасливание обычно или с какими-то аюрведическими маслами, или с маслами холодного отжима. Обычно в аюрведе, согласно Конституции, подбирается масла, в которых варится трава заранее. И также мы проходим такую процедуру, которая называется пропаривание. Многие из нас были в банях, мы знаем, что можно попариться в бане. Так вот, после правильного промасливания с теплым маслом мы проходим пропаривание. Когда действительно идет большое количество выделения токсинов через поры нашей кожи. И в это же время подготовки человек обычно употребляет какие-либо масла специальные. Обычно это делается утром натощак для того, чтобы собрать токсины. Также эти масла укреплены различными травами, которые тоже помогают наладить работу ЖКТ, усвоение пищи, наладить регулярный стул. И плюс еще мы добавляем правильный образ жизни. Это то, что входит в программу подготовки. Подготовка может занимать от 7 до 30 дней, в зависимости от того, сколько есть у человека времени. В онлайн панч карме, которую я провожу как раз в марте 2024 года, в нее входят 7 дней подготовки. Поэтому, присоединившись к панч карме, вы можете правильно подготовиться для очищения. Следующий этап идет само очищение. То есть мы выводим токсины. В аэровидических клиниках, классических клиниках, где люди приезжают минимум на 14 дней, в основном на 21 или даже больше дней, мы проходим своего рода таких 5 процедур. Это рвотные процедуры, которые связаны с выведением слизи или капхи. Обычно это делается при таких заболеваниях, как астма. Кстати, астма – это одно из заболеваний, которые можно вылечить полностью. Астма, диабет, постоянные простудные заболевания, постоянные бронхиты. То есть проблема с верхним дыхательным путем и также проблема с формированием правильной капхи или слизи, или жидкости организма. Но в домашней панчикарбии мы, конечно, не делаем эту процедуру, потому что к ней есть большое количество противопоказаний, и она должна делаться только под руководством специалиста. Следующая процедура – это веречина. Веречина – это слабительные процедуры, которые предназначены для баланса питы, а это огонь, огонь нашего организма, пищеварение, усвоение, метаболизм и другие обменные процессы. Кстати, процессы выведения в том числе. Итак, для веречины мы тратим на это буквально один день, когда мы пьем определенные травы и вызываем такой легкий слабительный эффект. То есть веречина – это такое легкое послабление, когда мы вбиваемся такого жидкого стула для того, чтобы вывести токсины, связанные с питой доши, дисбаланс спитой, и также предупредить болезни, которые связаны с питой доши. После веречины обычно налаживается ЖКТ, пищеварение, появляется огонь, появляется в организме больше энергии, и человека начинает все хорошо перевариваться. Причем перевариваться не только на уровне желудочно-кишечного тракта, а на уровне всех тканей. Эту процедуру мы будем делать в домашних условиях. Следующая процедура – это басти или микроклизмы. В ирведе никогда не прочищают, то есть нет такого, как колонна терапии, когда мы чистим полностью кишечник, огромным количеством жидкости – нет. В ирведе делаются микроклизмы, это по 100, от 50 до 150 мл. Это в основном масляные клизмы, то есть мы способствуем правильному образованию микрофлоры кишечника. Это очень хорошо подходит для людей, у которых нарушена микрофлора, нарушена перистальтика кишечника, нарушена работа кишечника. Ну и, конечно же, это способствует тому, что токсины не выводятся. А после басти у человека как раз налаживаются все эти процессы, улучшается микрофлора, и такие проблемы, как дисбактериоз кишечника, его больше никогда не беспокоят. Соответственно, микроклизмы делаются с маслами и с отварами из трав. В основном это аэроидические формулы, это то, что будет входить в домашнюю панчекарму в том числе. Следующая важная процедура – это насия. Обычно она заключается в том, что мы закапываем масла в обе ноздри, перед этим мы прогреваем нос, закапываем масла, после этого есть своего рода такие восстановительные процедуры. Насия помогает нам улучшить зрение, убрать хроническое формирование слизи, хронические застои слизи из носоглотки и из гайморовых пазов. Прочистить, можно сказать, улучшить состояние мозга, головы, чтобы наша концентрация, память была намного лучше, и чтобы мы могли больше концентрироваться. Также насия балансирует все три души, которые находятся выше плеч, то есть в этих органах, поэтому улучшается не только зрение, не только кожа лица, улучшается также и слух. И последняя, Насию мы будем делать в домашней панчекарме, и последняя процедура – это рактомокшина. Мы не будем делать ее в домашней панчекарме. Это кровиочищение. Обычно оно делается через кровопускание, или вы можете стать донором крови, или, соответственно, герудотерапия. Панчекарме – это очищение через пиявки, которое помогает нам вывести все токсины из крови, лимфы и улучшит наше общее состояние. Итак, есть два вида панчекармы. Первая панчекарма – это та панчекарма, которая проходит в аюрведических клиниках. Для этого вам нужно собрать вещи, купить билет, поехать в клинику. Сначала надо, конечно, найти хорошую клинику и провести минимум 14 дней, а лучше всего 21 день в аюрведической клинике. Если у вас нет такой возможности, то вы можете пройти панчекарму онлайн вместе со мной. Она начнется в марте этого года. Ссылки на лендинг будут под этим видео. Что же вы получите во время домашней панчекармы? Ну, в первую очередь, у нас будут ежедневные видео-лекции, на которых я буду давать инструкции на каждый день, что нужно делать, какая последовательность и зачем это нужно делать. У нас будут ежедневные процедуры, в зависимости от пакетов. Процедуры будут также разной сложности. Мы будем с вами правильно питаться, питаться именно по аюрведическим принципам, поэтому вы поймете, как продукты сочетаются между собой, зачем такие сочетания, какие специи используются, ну и как правильно питаться для поддержания здоровья. У нас будет небольшое количество йоги, у нас будет режим дня и, конечно же, практики для стабилизации нервной системы и избавления от тех проблем, которые дает нам психосоматика. Это наши эмоции, которые, накапливаясь в теле, создают различные заболевания. Мы будем ежедневно использовать специи, травы и масла, и также у нас будут встречи, где я буду отвечать на ваши вопросы, которые будут появляться. Если вы думаете и также вы не решили, нужна ли вам пачикарма, вот несколько причин, по которым ее нужно пройти. В первую очередь, это нехватка энергии или ощущение измотанности, поверхностный сон, трудности с засыпанием, когда вы постоянно просыпаетесь в течение сна, или же вообще бессонница, частичная или хроническая. Если у вас излишний вес или напряжение тяжести во всем организме, вроде бы вы, нет у вас излишнего веса, но ощущение, что тело какое-то неприятное, не свое. Неприятный запах изо рта или от тела, или от кала и мочи. Если у вас рассеянный ум, трудности с концентрацией. Если у вас постоянное ощущение недомогания или разбитости, когда вы просыпаетесь, даже после продолжительного сна, у вас всегда ощущение разбитости или усталости. Если у вас проблемы с пищеварением, газообразованием, запоры или нерегулярный стул. Если у вас чрезмерный аппетит или отсутствие аппетита. Если у вас слабый иммунитет, частые простудные заболевания или постоянная такая температура 37,2-37,3. То есть постоянное какое-то воспаление в организме идет. Если у вас хронические воспаления или грибковые инфекции, а также наличие глистов или другой патогенной флоры. Если у вас тусклая, увядшая кожа, или ломкие ногти, постоянно хрустят суставы или постоянные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И если у вас высыпание на кожу или различные виды аллергии. В этом случае, если у вас одна из этих причин, я рекомендую вам пройти панчокарму для того, чтобы убрать эти симптомы, убрать эти проблемы и действительно вернуться к своей прежней хорошей форме, когда вы чувствуете себя полноценно, вы здоровы, у вас много энергии и есть интерес к жизни. Рекомендую вам присоединиться к панчокарме онлайн. А если у вас есть возможность, то приглашаю вас поехать вместе со мной летом на панчокарму на 21 день и пройти полную глубокую очистку организма в одной из индийских клиник. Если у вас есть вопросы, касающиеся информации, изложенной в это видео, задавайте, пожалуйста, его под видео. Я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. Спасибо.